Дом на камне и дом на песке Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Моисеи и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Притча была одним из основных литературных жанров, использовавшихся Иисусом для раскрытия различных аспектов своего учения. Всякая притча построена на принципе сравнения или уподобления, та или иная реальность описывается с помощью образного ряда, заимствованного из другой сферы и помогающего слушателям лучше понять то, что говорит им учитель. В притчах используются запоминающиеся образы, взятые, как правило, из окружающей действительности. В данном случае использован образ дома, играющий важную роль в ветхозаветных писаниях. Дом, согласно библейскому слову «потреблению», это не просто безликое строение из камня или дерева. Дом всегда принадлежит конкретному человеку, является жилищем для него самого и его семьи. Нередко термин «дом» употребляется расширительно в значении «семьи» или «царства». Выражение «дом Израилев» и «дом Иудин» применяется ко всему народу израильскому или ко всем жителям Иудеи. Домом называли также потомство того или иного человека. Например, двенадцать домов колен Израилевых. Иосиф, муж Марии, матери Иисуса, был из дома Давидова. Похожей притчей завершается проповедь на равнине в Евангелии от Луки. Здесь образ более детализирован. Один строитель копает, углубляется и кладет основание, фундамент, на камни, а другой строит на земле без фундамента. Матфей дает более обобщенный образ. О фундаменте ничего не говорится, и разница между двумя строителями заключается не столько в использовании разных строительных технологий, сколько в выборе разных мест для строительства. Один созидает на твердой почве, другой — на зыбкой. Смысл притчи, впрочем, от этого не меняется. При этом столь характерный для семитской речи параллелизм, выражающийся в повторении всего, что относится к положительному персонажу, применительно к отрицательному, но только с обратным знаком, сохранен и в изложении Луки. Притча о доме на камне и доме на песке неслучайно стоит в самом конце Нагорной проповеди. Ключевые аспекты Нагорной проповеди находят в ней свою точку схождения. Целый ряд ветхозаветных текстов, имеющих программный характер, завершается тем, что слушатель ставится перед альтернативой. Выполнять содержащиеся в этих текстах увещания и получить благословение, или не выполнять и получить проклятие. Изложение заповедей Божьих в книге Левитт завершается словами. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Если же не послушаете меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их». Аналогичным образом завершается изложение заповедей Божьих в книге «Второзаконие». Здесь серия благословений за послушание Богу и исполнение Его заповедей предшествует серии проклятий за непослушание и неисполнение. В двух завершающих разделах Нагорной проповеди девять раз употреблен глагол в значении «приносить добрые плоды», «исполнять волю Отца Небесного» слова Иисуса. Буквальное значение этого глагола – «делать», «творить». С него начинается первая книга Библии. Вначале сотворил Бог небо и землю. Этим же глаголом Иисус обозначает свою миссию на земле. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего Меня Отца». Близким по смыслу является глагол «делать, творить, работать». Он употреблен Иисусом в словах «Отец мой да ныне делает, и я делаю». Оба глагола соседствуют в вопросе, заданном Иисусу. «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Ответом явились слова Учителя. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Божественный творческий процесс, начавшийся с сотворения мира, не прекращается на земле, и земное служение Сына Божия является его прямым продолжением. Сын Божий пришел для того, чтобы исполнить волю Отца, совершить дело, которое Отец поручил Ему. Но и ученика Иисуса есть свое дело. Оно заключается в том, чтобы веровать в Иисуса. Вера же предполагает не только убежденность в том, что Иисус есть Христос, Сын Божий, но и воплощение в жизнь того, чему Он научил Своих последователей. Исполнять слова Иисуса значит исполнять волю Бога Отца. Тот, кто не только слушает, но и исполняет, подобен человеку, построившему дом на твердом основании. Этим основанием, фундаментом, камнем, который отвергли строители, но который сделался главой угла, является сам Иисус. А домом, согласно толкованию христианских авторов, является созданная им Церковь. Об этом говорится в первом послании Петра. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». По словам Оригена, под благоразумным мужем, построившим дом свой на камне, понимается сам Господь, построивший церковь на камне, то есть на собственной твердости и силе. Все гонения устремились на дом тот и ничего не достигали, ибо он был построен на камне. Гонения первых веков христианской эры стали для Церкви и ее членов испытанием на прочность. Сама Церковь, как дом духовный, как тело Христово, как совокупность всех верующих в их единении с Богом устояла, и врата ада не одолели ее. Однако отдельные члены Церкви не выдержали гонений. Слушая слова Иисуса, но не исполняя их, называя себя христианами, но не живя по-христиански, эти люди строили дом на песке. Пока не пошел дождь, не подули ветры и не развелись реки, их дом стоял, как казалось, достаточно прочно. Но когда начались гонения, устояли только те, кто строил дом свой на прочном фундаменте исполнения заповедей Иисуса. Если в эпоху благоденствия в Церкви сосуществуют номинальные и реальные христиане, то в эпоху гонений пространство для номинальных христиан предельно сужается, и многие из них отпадают от Церкви. История повторяется, и на каждом новом этапе своего развития Церковь вновь осознает актуальность предостережения Иисуса. Когда после прихода к власти большевиков в 1917 году на Церковь обрушились гонения, очень многие номинальные христиане отошли от Церкви, а некоторые из тех, кто ранее именовался членом Церкви, стали на стезю воинствующего безбожия. Гонения стали тем судным днем, который отделил овец от козлов, реальных христиан, готовых умереть за свою веру, от тех, которые не захотели идти узким путем, сопряженным состраданиями и исповедничеством, но пошли широким путем, ведущим в погибель. Что же касается тех, кто прошел узким путем до конца, то для них мученическая смерть стала теми вратами, которые открыли им вход в Царство Небесное. Образ дома, построенного на камне, в полной мере применим к делу, которым занимался на земле Иисус Христос. Он строил здесь свой дом, церковь, способную вместить в себя всех его последователей. Он строил его на твердом фундаменте Ветхого Завета, включая Моисеево законодательство и свидетельство пророков. Нагорная проповедь была одним из этапов того созидательного процесса, который продолжится в дальнейшем служении Иисуса, в Его смерти и воскресении, а затем и в служении апостолов.